12 января церковь празднует память святителя Макария митрополита московского. Святителя Макария московского можно назвать одним из самых выдающихся иерархов русской церкви. Ему пришлось взойти на митрополитчий престол города Москвы в сложное время правления царя Ивана Грозного. Нужно сказать, что митрополит Макарий обладал очень большим нравственным и пастырским авторитетом в народе. До избрания митрополитом московским он был епископом в Великом Новгороде. Сохранились свидетельства современников, называвших митрополита Макария учительным и святым человеком. Он обладал даром простого и проникновенного слова. В летописях того времени говорится, святитель Макарий беседовал с народом повестями многими и удивлялись все, какова от Бога дана ему премудрость в Божественном Писании. В середине XVI века в Москве прошло два больших церковных собора, на которых были прославлены в лике святых многие русские подвижники, а также была предпринята большая работа по составлению их жизнеописаний. Все это было сделано при прямом участии митрополита Макария. Также трудами митрополита Макария в Москве была построена первая типография и начали распространяться печатные книги. Понимая сложный характер царя Ивана IV, прозванного Грозным, митрополит Макарий пытался сдерживать его пыл, но, чувствуя скорую кончину, святитель скорбел о времени, которое ждет русскую землю. И действительно, опричнина, от которой пострадало множество людей, была введена Иваном Грозным только после смерти святителя Макария. Субтитры создавал DimaTorzok